Всем привет! Снова мы с вами отвечаем на вопросы нашего подписчика. Это Виктор, я Тимофей, как вы уже, наверное, знаете меня. Здравствуйте! Значит, вопрос у нас был такой, и можно сказать, тапик этого дня, тема этого дня, это являемся ли мы богами. И вот вопрос он прислал, там описание, я понимаю, какого-то священника или пастыря, который пишет, что мы являемся богами с маленькой буквы, и потом все-таки в результате он говорит, что мы боги как бы с большой буквы. Но разница между нами и богами в том, что бог всемогущий, бог безначальный, а мы не всемогущие, не безначальные. Теперь вопрос. Если вы считаете себя человеком, что ваша жизнь началась только когда вы родились, то это значит большая проблема. Потому что я лично считаю себя безначальным. И если вы увидите Ивова, когда он начал с богом спорить, то он как раз-таки столкнулся с этим вопросом, задавая богу вопрос, почему. И бог ему легко ответил, говорит, что ты был от начала, когда я полагал черту на земле. То вот здесь вопрос такой, что мы родились или мы пришли на землю. То есть откуда начала земля свое существование? Виктор, как ты считаешь? Ну, смотря кто к чему относит себя. Если человек себя относит к физическому миру, к материальному, видимому, то он душевный человек, получается. Он не может бога не увидеть и не услышать. Ну, разве что там через какое-то рассматривание творения, там что-то может как-то представить себе бога. Что-то там увидеть, да. Но это самое. Те, которые родились от духа, то они являются сынами божьими. И они являются... Написано, чистое сердцем бога узрят. То есть понять это писание, что узрят его сердцем, то есть сердце имеет глаза, да, и сердце имеет уши. Сердце это середина, если как бы значение. Это не является физическое сердце, а это середина, оно здесь находится. Это сама суть, это жизнь. То есть она может быть душевной, и она может быть духовной. Например, душевная – это душа, сформированная с видимого мира. То есть ребенок, когда рождается, он возрастает, он смотрит, он то любит, то желает, то хочет. И так он через уши, через глаза, он формирует свою душу. И эта душа, она умрет, она не вечно будет. А тот, кто через веру принимает Слово Божие, как Христос сказал, что будет питаться Словом Божиим. Некоторые путают Слово Божие, говорят, это Библия написанная. Это написанное Слово Божие. Она есть буква. Но жизнь дает Слово, исходящее от Бога. Хорошо, ну давай вернемся, чтобы ответить Вадиму на его вопрос. Вернемся к тому, может ли человек физическими глазами увидеть Бога, узреть. Нет, потому что Бог есть дух. И там еще есть написано, кто увидит Бога, тот умрет. Значит, если человек увидел Бога, и он умер, это нормальное явление? Ну, он не может никак увидеть Бога. Понятно. То есть, человек, только Бог есть дух, и его можно увидеть глазами духовными. То есть, и не то, что увидеть. Давайте к этому подойдем к вопросу, что Христос себя называл, кстати, с маленькой буквы Богом или с большой буквы. Вот наше понимание, что было, ну, у всех оно, наверное, разное, понимание, что мы маленькие боги или башки, а Христос, он себя считал полноценным Богом или он себя считал как бы Богом с маленькой буквы? Бог, он един, и мы все в нем едины. Правильно. И нету другого Бога. Нету отдельного Бога, башка или Бога, вне Бога. Хорошо, давайте к Богу обратимся, вот, к пониманию Бога, как к фамилии, да? Вот, скажем, есть фамилия, и эта фамилия продолжается. И Христос берет фамилию Бога, то есть, он полноценный правитель этой фамилии или нет. То есть, он, скажем, ну, давай такой земной вопрос, там, вот, какая фамилия, скажем, ну, Авраам, Исаак, Иаков. То есть, это одна и та же фамилия, но каждый человек выполнял, скажем, как у них там была фамилия, скажем. Каждый являлся личностью. Да, фамилия, скажем, их была еврей, да? И теперь каждый сегодня еврей, он может себя как презентовать, и он это делает, правильно? Он считает себя евреем и полноценным членом общества, потому что он рожден был от Авраама, Исаака, и вот это его родословие. Сегодня рожденный от Бога может себя считать полноценным божественной личностью, или Богом, даже так скажем. Ну, не считать, он является. Правильно, то есть, это неотъемлемая часть. Он является Богом, потому что он от Бога, он просто, это как вот Христос. Христос, он первый, первый стал, как бы, личностью, да, личностью. Но оно все одно, одно в Боге. То, вот, ну, на примере этого, это самое, правильно, получается, что если человек, рожденный евреем, да, и опять же, еврейство это то, что человек может принимать, то есть, потому что мы видим, что Руфи, она не была еврейкой, а потом приняла, как иудаизм, и стала дожить прабабушкой Христа, то есть, она вошла в родословие. То есть, это то, что принимается по вере. Так же само Бог принимается по вере, правильно? Если человек даже был вне Бога, и он поверил Богу, и он стал частью Бога, даже не частью, он становится Богом. То есть, он становится одной семьей, одной фамилией. Но вот это вот понимание Троицы, понимание Отца, Сына, Духа, то есть, разделяет человека. И еще, можно сказать, такое бесовское есть понимание, что человек не может быть, как Христос. Если сам Христос говорит, что вы сделаете то, что я сотворил, и более того, сотворите. Почему-то вложилось в умы человеческие, что человек не может не достигнуть ни Бога, ни Христа, и вот отделяет себя сам для того, чтобы не быть в Боге. Поэтому, выйдите из этого заблуждения, это серьезное заблуждение, вложите себе то, что вы, если вы приняли Бога, если вы поверили, то вы есть дети Божьи. Во-первых, происходит, мы к этому вернемся, процесс рождения, вы родились, но как бы ребенок родился, он понимает, что он наследник, что он часть этой семьи, но он не является владельцем, правильно? До времени. И после времени он уже полноценный, то же самое, если вы член Божественной семьи, в которой есть Бог, Отец, Творец, Старший Брат Иисус Христос, то вы должны понимать, что вы уже полноценной частью Божественной семьи, что вы являетесь Творцом. Ну, да, все это как бы... Не открыло, что будет, до времени. Все это как бы образы, образы, но они даны, потому что человек как бы слаб, он не может, он хочет разумом понять, а эти вещи разумом, ну как, духовные, надо быть духовным, чтобы духовные вещи понимать. И мы для того, и Христос приводил всякие примеры, потому что если бы он говорил напрямую, то, во-первых, никто его не понял бы, а так, он говорил, примеры приводил, такие вот разные, чтобы люди начинали думать, думать, думать. Так и сейчас, и Слово Божие, когда человек думает, 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 ищет, 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 ему открывается потом, открывается. И это лично открывается. Мы, например, даже беседуем, мы можем что-то говорить, что-то объяснять, но это все равно будет не то, что должно открыться лично. Пока человек сам не встретится. Только, только сам. И встреча у каждого будет по-разному. Хорошо, Христос сказал, говорит, я и Отец одно. То есть, он прямо сказал то, что он является Богом. То есть, ну, как бы, переносно сказал, что он является Богом. Почему он себя? Трудно, наверное, было принять им, его божественную природу. То есть, трудно было принять его как Бога, шава, хотя сейчас, ну, конкретно считают, что Христос есть Бог, и многие поклоняются ему. Хотя, об этом Христос никогда не просил, чтобы ему поклонялись. Он сказал, что мне веруйте, поклоняйтесь Отцу. То есть, и почему сегодня, вот, больше, большинство настроено того, людей настроено на то, что они не могут быть как Христос. То есть, и это, как бы, является невозможным. В чем заложен смысл? И кто вообще вкладывает этот смысл? Ввиду, чтобы... Чтобы не быть как Христос. Ну, то есть, что человек не может быть как Христос. И считают, что Христос только один святой, а все остальные грешные. Потому что люди хотят это все душевно принять. Понимаешь? Это душевно. Они хотят к физическому человеку это применить. То есть, к физическому, к материальному. А это, это говорится о духовном. О духовном. О Сыне, который рожден от Бога, который не грешит. Все сразу говорят, как? Ты что, не согрешаешь? Не грешишь? Ну, как? Рожден от Бога не грешит. Ну, давай три минутки возьмем на это, как раз таки. Чтобы понять, что всегда, говорит, всякий человек ложь. И нету того, кто бы, как бы, ну, все, все, все грешники. То есть, вот у людей такое понимание, что все грешники. Писание об этом не говорит, что все грешники. А Писание говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Значит, и всякий человек зло. Если все грешники, вдумайтесь в это слово. Вы, когда говорите все, то говорите, что добавляйте все люди. Или говорите даже не все, потому что многие люди есть святые, которые освящаются. Есть праведники, которые творят правду. Ну, говоря слово все, вы включаете сюда Бога и Христа. Поэтому никогда не употребляйте вот этого слова, что все. Никогда не, как бы, следите за своими словами всегда. Поэтому и следите на проповеди, когда пасырь что-то говорит. Они четко выражают свои мысли. Но мы привыкли слушать, что, как бы, пропускать некоторые вещи. Я сейчас напомню. Он говорит, что дети, вот последнее было воскресенье, играют такую роль в церкви. Вот, что они рассказывают стихотворения. Молодцы. А эти наши пастыря, они несут хорошую, они это выполняют, как бы, там, важную роль. Вдумайте слова, что это не искренность, это не есть. А они просто все, церковь получается, то, что вот, где мы были. И пасырь прямо заявлял, что это роль. Это получается, что это концерт, это постановка, в которой каждый несет свою роль, где есть актеры. И поэтому я делал большую ошибку, когда верил, что там есть, что, когда приходил и думал, что тут искренние люди, меня духовно обкрадывали. Я молился, постился целую неделю, с таким восторгом шел в церковь, приходил пустой. Просто вот, как сказать, как будто бы я разгрузил вагон, вот так вот чувствовал себя. Теперь, касаясь вопроса, что не все грешники, а больше, наверное, праведников. Правие святой да освящается, праведник творит правду. Поэтому давайте вот это вот, чтобы понятно было, все согрешили и лишены славы Божией. Это правда, да. Но это не говорит о том, что все остаются грешниками, что согрешили. Всякий человек зло, но рожденный от Бога не грешит, и дьявол не прикасается к нему. Поэтому, если вы считаете себя грешником, я вам прямо скажу, что вы не рожденный от Бога. Если вы себя ассоциируете со своим телом плотью и говорите там, что как бы у меня грехи или то другое, то вы являетесь плотью. И плотской пожнет тленья. Но если вы себя считаете святым, и как бы не то, что считаете, если вы пришли к такому пониманию, что вы свят, и у вас есть Дух Божий, который имеет как бы жизнь вечную, который не имеет начала и не имеет конца, тогда вы находитесь на правильном пути. Еще такое есть написано место, что раб греха не будет пребывать в доме вечно, а сын пребывает вечно. Поэтому, кто рожденный от Бога, он является сыном Божьим, и он не грешит, и он пребудет в доме вечно. То есть, это имеется в виду, что он вечный. Правильно. Ну все, на этом будем прощаться с вами, ждем еще комментарий. Можете их прямо на YouTube скидывать, чтобы всем остальным было понятно, о чем идет речь. Спасибо за внимание, благословения вам, пока.